Юрий Васильевич, Вы всегда говорите о том, что Вы харьковчанин, с гордостью об этом говорите. Нам всегда приятно вспоминать о том, что Харьков дал нашему искусству многие имена талантливых актёров. А вот какой след в Вашей жизни оставил Харьков, какие яркие воспоминания молодости остались у Вас? Ого! Ну, начнём с того, что незабываемые, наверное, это учёба в ремесленном училище 11-м, связи. Вообще молодость, юность, как она может вообще? Это же первые впечатления жизни, они незабываемые. Много помнится мне, очень много. Многие товарищи мои помнятся. Потом помнится, как я уходил служить на флот, как меня взяли учиться. Причём это тогда, я ещё раз хочу напомнить об одном замечательном человеке. Меня всегда везло на людей, правда. Вот Василий Ильич Акулов, директор Харьковского телеграфа, который просто, будем говорить так, грубо даже, можно сказать, за шею вытолкал на учёбу. Вот видели во мне артиста будущего. Потому что голос у меня, собственно, всегда был. Но я больше хотел быть артистом драматическим. Почему-то меня тянуло, вот, к... Я вот, мы в ремесленном на Кулачковской 5, и вверх подниматься по бурсанскому спуску, и прямо в тыльную сторону Шевченко, в Верезиле упираешься. Мы всегда, нас пацанов пускали на все. Ну, тогда какие были актёры. Сердюк, Марьяненко, Казаченко, Покатило, Куманченко. Это всё великие мастера харьковской сцены. Вот я не знаю, как сейчас там Лёня Быков только начинал. Это было, конечно, сказочно. Вот это помнится работа в кино, в Первом Комсомольском. Это когда я студентом был. Помнятся все педагоги. Вот я не хочу сейчас знать о каких-то сведениях. Пусть они останутся в моей памяти живыми. И Марья Абрамовна Краснова, и, может быть, наверное, ещё, дай Бог ей здоровья жива, концертмейстер мой, Ана Солмон Олившиц, которая, собственно, которой я обязан вообще своему образованию. Вот такому, систематическому. Я очень много любил читать, но она научила меня читать. Ну, как научила? Я постепенно шёл от классика к классику. Теперь я понимаю, что я тогда постигал какие-то истины, которые не могли быть мне доступны сразу. Если тебе, то всё равно, что я без арифметики взялся бы за высшую математику. Вот так, вот так памятный город. Потом у меня здесь семья, у меня дочь, у меня внучка замечательная. Ну, вот я как раз хотел тут спросить. Скажите, вы как считаете, родоначальник творческой династии? Дочка поёт, внучка поёт? Или ваши родители тоже имели отношения? Ну, вы знаете, мне сейчас уже, ну, сейчас модно очень говорить о том, что, значит, кто-то, кому какой-то фамилия им принадлежал. Вот, наша мама была из рода Рылеевых. Это, собственно, и послужило вообще началом моему историческому образованию. Я исторический факультет окончил Симферопольского университета. Вот, и мама была чрезвычайно воспитанный человек. Она играла. Ну, знаете, вот из тех людей, как говорят, из бывших в наше время. Очевидно, вот эта Генна, её брат очень хорошо пел. Мама рассказывала, что его, ну, в том заведении, в каком он учился, я не буду его называть, это слишком громко будет. Ну, по его фамилии он учился вот в таком заведении. Вот, и его назвали Шаляпин с дырочкой. Ну, не совсем Шаляпин. Он пел бас у него был, красивый бас. А отца был очень интересный тенор. Наша отцовская линия берёт своё начало от древнего рода казачьего. Это из, есть под Ельцом, Елецкое казачество, это Донское войско, войско Донское было. Есть такая станица Казаки, у которой ровно две фамилии пополам. Парамоновы и Богатиковы. Все Богатиковы и все Парамоновы. Вот так, думаю, что это в Генах было где-то. Ну, такое вот время было, смутное, я сказал бы. Ну, не такое, как теперь, конечно. Тогда всё это было в кровь. Всё это было, сейчас как-то бархатно всё это проходит. Но всё равно, как по-живому, знаете. И отец тогда, я помню, спасая семью, всех Рылеевых он увёз на Донбасс. Вот так мы оказались на Донбассе. А на Донбассе там можно было просто затеряться, потому что Донбасс тогда только развивался, был основной базой нашей, промышленной базой. Строился, строился не только, допустим, шахты, заводы, там, в общем, народу уйма туда уезжало. И вот уехал отец. Так мы оказались на Донбассе. Я родился в Янакиево, в городе Донецкой области. Вообще, я люблю Донбасс, знаете, как вот, когда терриконы пахнут, знаете, вот, выработка шахтная. Знаю, был, да? Да-да, вроде как, знаете, вот, чем-то родным пахнет, хотя это серый водород. А Харьков, мы оказались в Харькове таким образом. Мы были эвакуированы в город Бухару. А в Бухаре был эвакуирован Харьковский велосипедный завод. И мама, и отец работали там. И так, в 43-м году, когда освободили Харьков, мы в феврале 44-го вернулись вместе с заводом уже в Харьков. Вот мы недавно встречались с директором завода, не знаю, работает он теперь или нет, Ведерниковым, бывшим мэром города, и мне подарили велосипед. А у меня с велосипедом вообще связано интересно. Я помню, меня в 51-м году наградили костюмом. Я работал в связи, тогда фирменный костюм был, я его с разрешения мамы продал и купил за 840 рублей Харьковский Траве 110 с никелированными ободами. Ну, тогда очень модно было велосипеды. Так что, вот такие вот воспоминания. Харьков, я не считаю, что какая-то связь прорывается. Единственное, что обидно, вот какая-то сложилась порочная такая вот линия, что ли. В Харькове очень много талантливых людей из Харькова вышли. Но вот Харьков не умеет или руководству не везет на руководство. Вы очень точно сформулировали, вышли из Харькова. Да, вышли из Харькова. И вроде как не нужны они, понимаете. Другой город собирает своих знаменитых земляков. Знаете, вот на Донбассе это очень здорово, модно, или не модно, а здорово. В Крыму, я вот живу сейчас в Крыму, у нас всех помнят поименно. Имена улицы названы именами. Я не говорю, пусть уже так будет. Но вот какая-то вот не очень хорошая традиция. Ну вот в актерской среде я могу назвать много громких имен. И Гурченко, и Фатеева, и Тарабаринов. И те же самые артисты, театра Березиль, которые после этого уехали. Ну Березиль, да, все. Да, и Куманченко, Покатило уехали. И уехал в свое время Крушельницкий. Тут интересные певцы какие. Вася Третьяк, у Тамары Яковлевой в Эске учился. Нелли Аткаченко, народный артист СССР. Ну а у эстрады это бесконечное количество людей, которые... Ну Женя Мирошниченко, это слава, она жива, здорова, поет хорошо. Ну вот, понимаете, как-то я вот сегодня сказал там на телевидении, что мы, наверное, очень... Вы хотели бережно в отношении. Да, 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 мы, наверное, очень богаты, потому что не ценим то, что у нас есть. Вот и Клавдия Ивановна выходец из Харькова. В общем, Харькову не везет, наверное, на руководителей, мне так кажется. Не, я не имею в виду вот нынешнего мэра, он, по-моему, симпатичный человек. И он еще, по-моему, знаете, он еще хочет всего вот этого. Он хочет этого вот собирательства, этого некой такой не классового патриотизма. А тут есть чем гордиться. Это украинский Ленинград, так бы я назвал Харьков. Потому что по своей архитектуре, по масштабам, по красоте, в конце концов. Я знаю на Украине три города подобной красоты. Это Киев на первом месте, потому что он шикарный город. Потом, может быть, Одесса и Харьков, или Харьков, или Одесса. Так что вот такая некая обида есть. Вы своим рассказом, в общем-то, немножко ответили и на мой следующий вопрос, связанный с темой Донбасса. Вы знаете, как-то я слышал такую, как актеры говорят, актерскую байку или легенду о том, как вам в жизни помогла песня «Вышел степь Донецкую, парень молодой». Вот в этой байке шел рассказ о Варшавоградской филармонии. Это была первая филармония у вас? Нет, я работал немножко в Харьковской филармонии. После окончания музыкального училища я учился в консерватории на заочном отделении, на вечернем, вернее. И работал, был по конкурсу. Принят в Харьковскую филармонию. Но сложилось очень неудачно. Я был очень такой непростой человек. Я умел петь, но умел показывать свой характер. Ну, в общем, так мы... В общем, даже могу сказать, что меня просто прогнали в филармонии. Ну, наверное, теперь я понимаю, что... Почему это... Ну, не будем говорить о печальном. Ну, так вот, насчет Варшавоградской филармонии. Вот нам рассказали, что вот период начала вашей работы, когда еще была бытовая неустроенность, даже рассказали, что вам иногда приходилось ночевать в филармонии, да, когда еще не было квартиры. Не было. И большую роль в вашей судьбе сыграла песня «Вышел степь Донецкую парень молодой». Вот мне хочется, чтобы вторую часть этой легенды рассказали вы. Ныне жив. Я еще раз повторю, что мне очень везло на хороших людей. Ныне жив сегодня еще бывший первый секретарь обкома тогда Варшавоградского Владимир Васильевич Шевченко. И тогда был еще один замечательный человек, к сожалению, ушедший из жизни. Это директор Луганской тогда или Варшавоградской филармонии Виктор Алексеевич Шистко. Ну вот такой я весь взъерошенный был. На день рождения у нас была бутылка водки на всю бригаду и буханка хлеба. Это было серьезное испытание. И мы отметили это дело и пели в каком-то техникуме, не помню уже, и Шистко меня услышал. Взял филармонию и буквально через два или три дня он меня в самом правительственном концерте, теперь понимаю, что это такое, без всего выпустил вот это. И Владимир Васильевич, оказывается, заметил, этому хлопцу надо то-то, но потом была интересная история. Меня повезли, в Киев отчитывался у нас оркестр народных инструментов. Я был, значит, инкогнито спел, там спят курганы темные. Ну и потом много очень звонили, потому что сказать, что это был не самодельный, нельзя было сказать, что это профессионалы не самодельцы. В общем, это была история такая, ну, результатом чего я явилась сразу. Мне дали двухкомнатную квартиру и вообще я стал первым лауреатом премии имени молодой квартиры. В 67-м году мне присвоили звание заслуженного артиста Украины. Я был первый среди нашего жанра. Ну тогда вообще эстрады не давали ничего, но я вот ломил этот айсберг и очень успешно. Ну вот после такого успешного начала у вас были потом моменты, когда было, скажем, невзаимопонимание творческое? Скажем, приходилось снова через что-то пробиваться? Нет, никогда. Я сразу вошел очень серьезно, мощно. Знаете почему? Потому что я всегда занимал свою нишу. Она ничья, вот моя, понимаете? Это рабочая тема, это абсолютная убежденность и огромный запас, вот знаете, запас вокальный. Я ведь, собственно, рожден был для оперной сцены. Ну, по некоторым обстоятельствам я выбрал песню, почему? Потому что в песне ты хозяин. Вот в песне виден сразу, вот вы дурак выходит или человек умный. Но вы не сомневались в этом? Никогда. Никогда. Я всегда сожалел об этом, но никогда не сомневался. У меня не было таких провалов. Были такие частные. Но провалов не было, потому что я служил трем темам. Тема морская, потому что я служил на флоте. Рабочая тема. И тема солдата. Вот те воспоминания детства, которые были связаны с войной, они так во мне и сидят. Я, вот и дочь в этом же плане работает, в этой же эстетике. Она отличается от тех молодых, которые теперь вот сочинения поют свои, вроде как называют себя композиторами. Ну, наверное, это так. Такое время, такие песни, такие люди. Вот мы все время говорим о времени, и сегодня, я думаю, что многие зрители не могут не сравнивать, как жилось раньше, как живется сейчас. И этот вопрос я часто задаю, особенно актерам, потому что их мнение для людей много значит. Мнение о человеке, которому ты веришь. И каждый высказывается по-разному. Кто-то отдает предпочтение сегодняшним взаимоотношениям, сегодняшней жизни. Кто-то отдает предпочтение прошлой жизни. Вот как вы считаете, когда лучше работалось? Ну, все зависит, понимаете. Ну, нельзя обобщать такое понятие, как актеры. Есть люди, у которых определенное место при любой власти. Это их профессиональные данные. Есть актеры, которые исповедуют какие-то темы. Есть моржи, так называемые. То есть, он незначительные роли исполняет. И апеллировать к этому, мне кажется, это было слишком мелко. Я не верю, и вот я не верю тем людям, которые говорят о том, что они сейчас ай-яй-яй, ой-ой-ой, не верю. А вот тогда было ужасно. Нет. Знаете, Паскаль сказал одну интереснейшую фразу. Нельзя опереться на то, что не сопротивляется. Вот когда было худсоветы, когда была партийная цензура, понимаете, там выживали только настоящие личности. Поэтому у нас были прекрасные актеры. У нас был великолепный композиторский полк. Во главе с Тихоном Николаевичем Хреньком, Марком Григорьевичем Фрадкиным. Ну что ни имя, то просто Пахмутов воспитывалось, Сверидов. В классике это Шостакович, это Щедрин. А сейчас, ну, честно говоря, ничего нет. У нас были дирижеры классики. А дирижеры, это же понятное дело. А дирижеры эстрады, это же был Селандин. Гигант. Знаете, вот я думаю, что вот жизнь, в которой вот я сейчас живу, я богаче живу. Ну, богаче не в смысле денег, а в смысле того, что возраст такой, когда можно позволить себе быть самим собой. Можно выбирать. Есть выбор. Тут есть хорошие свои стороны. Но жизнь моя представляла некий сосуд, знаете, такой вот выстроенный, такой вот завершенный. Кто-то пришел и грохнул его об землю. Вот всю мою жизнь. Все то, что я любил. Все, чем я гордился. А самое главное, вот пусть мне что угодно говорят, самое главное, что я никогда не смогу смириться с тем, что попрано мое человеческое и национальное достоинство. Я гордился страной. Понимаете, вот большая страна, созданная, я не знаю, там, десятками поколений моих пращуров. И вдруг как-то так раз. Потом она была, но все равно она ведь была воссоздана, как российское государство. Теперь называют империей. А империя это неплохо, наверное. Что такое империя? Ну, это, наверное, какое-то государственное, государственное строе, хотя никто не может дать полкование. Что точно, что такое империя. Колониальная империя, советская империя, там, российская империя. Ну, что-то какие-то прилагательные все время, понимаете. Просто так устроено было жизнь. Наши умные пращуры, они не случайно все это вот выходили к морю, они уходили куда-то. Создать единое крепкое государство. Единое крепкое государство, где каждому было бы свое. Ведь наше искусство, особенно эстрады и фольклора, настолько обогащалось от взаимных контактов, что сейчас просто трудно. Вот, знаете, говорят, украинская эстрада. Мне это очень смешно. Почему? Потому что вот псевдо-негритянские ритмы и интонации довольно пошлые, такие избитые, переложили на украинский язык. И вот это украинская эстрада. Это настолько даже не смешно. И мне жалко это все, понимаете. Почему? Потому что, ну, что делать? Так устроена была наша держава, что лучшие умы, лучшие таланты все уезжали. Уезжали или в Москву, там, где можно было себя реализовать или закончить образование. Вот, а сейчас мы, конечно, в тяжелейшем положении, вот Украина. Потому что не справляется, никто не знает, вот я был и в правительстве, я был депутатом Верховного Совета, я вышел из депутата к доброволю. Потому что тратить нервы на бесполезность, это в высшей степени неинтересно и неправильно. Я пошел снова в работу, в искусство. Но вот те теперешние взаимоотношения, они очень двояко и вызывают чувства. Во-первых, оказалось, что та часть, которая была невостребована во мне, она просто, наверное, бы и умерла, если бы была та же система. Потому что в 83-м году я получил звание, мне присвоили звание народный артист СССР, и я тут же ушел с телевидения. Я сказал, что все, хватит, я ушел добровольно, у меня ресурс, вы видите, какой я мог до сих пор быть мэтром, как говорят. И мне говорят, сошел. Да нет, ребята, не надо так, я к барьеру, пробуем, как я сошел. Это был мой принцип, и я хотел заметить вот какую вещь, что та часть, которая была невостребована, сейчас она работает. И это очень интересно, это что-то новое для меня. Я занимаюсь бизнесом. Помогая чувствовать себя в форме. Да, а бизнесом я занимаюсь лишь только потому, что на те мероприятия, которые я осуществляю фондом духовной культуры, никто денег не дает. Вот я зарабатываю эти деньги для того, чтобы, допустим, вести такую программу, как Новые имена в Крыму, симфонические вечера в Крыму, классические камерные вечера, у нас же прекрасные дворцы царские. И вот в этих сооружениях все это происходит, приглашать приходится, не приходится, а с удовольствием я это делаю, высший свет нашего искусства. Это и Садкилава, и Соловьяненко, и Белза, и Святослава. В общем, достаточно тот, я показываю людям, что есть у нас этот, не все уехали. И можно при определенных усилиях все это разбудить. И вот в данном случае этот фестиваль, я не поехал в Уренгой, а поехал сюда, потому что мне кажется, что здесь начинается что-то такое. Но пока еще это держится энтузиастами, а вот отцы города оказалось несостоятельным. Почему? Потому что написали такую статью, почему-то не то пела. Знаете, у нас такая появилась статья, что Клавдия Ивановна не то пела. Как это не то? К сожалению, у нас зачастую люди начинают судить о том, что в общем-то, не то чтобы им не подвластно. Мне иногда приходится, вот веду концерты, и подходит, почему в концерте поются песни на русском языке? Я говорю, простите, пожалуйста, вы кто? Вот мы фонд РУХ, я говорю, а как вы бы отнеслись, если бы артисты наши пришли бы к вам и начали рассказывать, что вы в своей организации не то делаете? Может быть, каждый будет заниматься своим делом, а не подсказывать другим, что должны делать они? А следует, наверное, отметить этим товарищам, ответить, что за всю историю человечества ни одно государственное образование, которое строилось на национальной идее, не имело никогда перспективы. Это и вот ближайший, помните, немецкий дух, так называемый. Это все бесперспективно. Вообще, национализм – это обратная сторона большевизма, я так бы назвал. Но в более таком, знаете, и то, и другое извращение, мне так кажется. Хотя я коммунист, я член СК Компартии Украины, не ухожу из этой работы, потому что идея-то сама хороша, почему она? Это идея социальной справедливости. И просто люди, которые осуществляли эту идею, не дотягивали до этой идеи. Это часто бывает так, что идея выше. Бывает даже так, что талант выше носителя таланта. Это рядовое явление. Вдруг такой голос, а вот низкая, так сказать, культура или интеллект. В общем, я думаю, что мне есть, что сказать этим людям. Национализм – это плохая вещь. Очень плохая. Ну, а в целом, вот Ваши впечатления о фестивале, о том, как он прошел, какое Ваше чувство как профессионала? Вы знаете, что-то есть в этом во всем «недо». Знаете, вот «недо». Ребята явно мастерились, знаете, такое выражение есть. Тянулись. Не понимая вот ту эстетику, вот ту глубину самого прецедента, вот мотивов, почему Клавдия Ивановна, не обладая большим звуком и все, вот осталась, я надеюсь, она очень долго, она занимает свою нишу в культуре России, ну, я имею в виду в нашей стране. Они, я уже говорил об этом, они казенно отнеслись к этому. Ну, разве что, вот Вита спела, вот, неудобно говорить о своей дочери, но я тут, это ее проблемы, я тут не участник, я судил так же, как и всех. Она попыталась вот в том эстетическом пласте, который вот был очень близок, не обязательно копировать, а близок именно к тому, что исповедовал Клавдия Ивановна. Я когда-нибудь заброшу все дела и куплю били до дальнего села. Знаете, это такая, я бы сказал, активная романтика, активная, не пассивная, вот там. А все остальное, я этого не понимаю. Во-первых, это как композиция, вот то, что пели наши девочки и мальчики. Это, вот сейчас это очень модно, и великие, так называемые, сами себе звезд дают, это непонятно, вообще определяют. А вот это, Клавдия Ивановна, я помню, говорила, я эпоха, я эпоха, а Давид Владимирович, я говорю, Клавдия Ивановна, ну пусть народ скажет об этом. Она говорит, а, народ может забыть. Вот такая была, да, очень-то интересная была. У нас, кстати, вот по поводу Клавдии Ивановны есть какие-то личные воспоминания интересные? Очень серьезные, очень серьезные. Я работал с ее пианистом, с Давидом Владимировичем Ашкенаси. И когда она как раз, вот, у нее с голосом были проблемы, она мало пела, то Давид меня показал в Москве, в общем-то. Это были все, у него машина была, он блистательный. И я помню первый свой творческий вечер в зале «Россия». Я и Давид Ишкенаси. Вот это было, ну, сверхнахальство, наверное. Вот, ну, прошло это очень все здорово. Я с Клавдией Ивановной потом очень близко познакомился, когда мы работали вместе на стадионах в Ворошлавграде. Ну, мы все время во всех концертах. Кстати, как она относилась к концертам на стадионах? В общем-то, я знаю, что у артистов спорный вопрос. Очень плохо. Она, это только нужда ее выгоняла, потому что она артистка сцены, она артистка зрительного зала, она глаза в глаза, она должна беседовать с публикой. И вот та обстановка, в которой она раскрывалась, она предполагала, ну, не более, там, тысячу мест, полторы, может быть. Тогда это была беседа с равными. Вот у нее была одна удивительная, она никогда не презирала публику, что часто встречается у нынешних ребят. Потому что публика все тебе прощает, но не прощает высокомерие, понимаете? А когда ты с ней начинаешь не заигрывать, нет, а вот находить, ну, то есть строить беседу равных, она тебе очень благодарна за это. Я это взял у нее, это честно говорю. Почему? Потому что я пытался пыжиться, пытался доказывать, ну, правда, там на стадионе сильно не помузитируешь, там нужно было прямое, так сказать, воздействие. Никогда я не пел фонограммы, всегда живьем пел. Ну, а потом, с годами пришла мудрость. Мудрость, вот, мудрость, ну, наверное, это мастерство, но мудрость, да, и человеческая, а в искусстве это сразу видно. Мудрость. Не надо себя сильно, надо оставлять запас, чтобы публика, ага, у него там еще ой-ой-ой сколько. Вот такие вот пирожки. А как в вашу жизнь вошел в Крым? В какой момент вы переехали в Крым? Это было сложно. Когда это было в 73-м году, меня давно очень соблазняли поехать в Крым, и жена у меня хотела поехать в Крым. Ну, море, знаете. Вот, но случилось такое несчастье, что мой друг, мой учитель, Владимир Васильевич Шевченко, ушел с поста первого секретаря. И тут же, через неделю я уехал. Я был тогда членом обкома. Я уехал, как раз у меня было предложение в Крым. Я оставил все, отдал ключи от квартиры. Комендант, что она на меня смотрела. До сих пор, по-моему, думает, что я смотришь. Вот, и улетел в Крым. Улетел в Крым, там была готова уже квартира в Ялте. Трехкомнатная квартирка была такая. Ну, такая, наша советская. Ну, это было счастье. У моря жить. Вот, и там люди были хорошие. И там была аура. Как Крым воспринимали? Ой, ну, о чем вы говорите. Я был, за мной же поехала и через несколько лет и Соня туда. Потому что мы часто встречались там, все. Ну, как в Крыму, да, отлично. А был Алексей Семенович Чернышов, такой директор филармонии. Ему все время Николай Карпович говорил, ну, мужик есть у нас, вот, у тебя юка. Давай нам женщину, там, хорошую, девушку. Он поехал в Черновидцы. И Соня как раз там тоже не очень ладила с руководством. Я не помню эту историю, она такая, не моя. И она переехала в Ялту. И ее, ну, расцвел ее и здоровьем, и талантом. Она, по-моему, у нас. Потому что Крым, вы знаете, Николай Карпович говорил интересную вещь. Он говорил, Юра, жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо Крыму. Извините. Да? 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 По поводу. Вот через несколько, через минут 15 позвони мне, я тебе расскажу. Или ты Полине позвони. 305. А не знаю, 305 прям набирать надо. Ты откуда? А, ну тогда подожди, мы тебе перезвоним. Племянник. Вот о чем мы говорили? Мы говорили о Крыме, о том, что жизнь надо прожить в Крыму. Крым благодатный край для певцов. Когда-то была мечта у Николая Карповича, Кириченко. И мы даже вели переговоры. Я сейчас эти продолжаю разговоры с Аткилавой, с Соловьяненко. Открыть некий филиал для, вот допустим, не консерватории, не для студентов, а вот для театра, для академических театров, для большого театра, для национальной оперы. Мы в конце, у нас есть симфонический оркестр, у нас есть площадки. Мы могли бы, как-то вот у кого пошатнулось, допустим, вокальное здоровье, прийти к нам, он реабилитировал себя и петь. Это была очень интересная идея, и она снова возникает, уже при новых отношениях. Рыночных, так называемых. Лучше бы сказать, базарных. Ну, это все мечты. А в Крыму хорошо появятся. Это как-то связано и с деятельностью Центра духовной культуры? Центр духовной культуры занимается, ну, очень широким, я бы сказал, спектром деятельности. Мы не кричим на каждом углу об этом, но мы делаем это. Ну, вот у нас выпускница Таня Острягина, сейчас такая певица, вот, у нас учился, не учился, нарабатывал свою настоящую, он оканчивал консерваторию и работал у нас. Игорь Демарин, Ира Шведова, я ее с театра забрал, на Сахалине встретились и пригласил ее в концерт. Она спела там и уехала уже в нашем коллективе. Потом она долго работала у нас. В общем, Крыму интересно. А Фонд духовной культуры сейчас курирует новые имена Крыма, курирует такой фестиваль, как Песни моря, и детский фестиваль, вот, у нас Евпаторийский. В общем, много, много. Мы занимаемся огромным спектром работы. Почему? Потому что средства, которые нам не дают, мы еще вынуждены просто зарабатывать. И приходится заниматься и просто элементарным бизнесом. Но я стараюсь так, чтобы это было близко вот к той основной деятельности. Вы знаете, мне кажется, что это хорошо. Потому что... Я сам зарабатываю. Если возглавляет это все человек, который прошел, начиная от первых ступенек актера, который еще ничего не имел и дошел до верха, ему, он лучше понимает все, что необходимо. Вот у меня недавно была вот беседа с президентом Сергеем Даниловичем. И, вы знаете, он оказался человеком, которого я не знал. Вот так вот, в простой беседе, человеком, который... Он знает очень и помнит хорошо мою работу, вот то, что я называю творчеством. Он прекрасно играет на гитаре. Значит, он человек. Вот мы привыкли, знаете, из нашего времени. О, вождь это что-то такое, а я и недоступен. А нет, нормально. Я предложил ему такую программу, ну, каких-то культурных президентских акций. Почему? Для чего это я хочу? Для того, чтобы все наши усилия, они разрозненные. И чтобы была какая-то государственная, не поддержка, а хотя бы статус. А уж денежки мы, слава Богу, найдем. Если будет статус гарантирующий, допустим, поступление средств, инвестиций, то дело, хорошее дело, не просто разворовывание, как это часто бывает у нас. Столько фондов, столько позорных фондов, которые только и занимаются тем, чтобы накопить средства, а потом и исчезают эти люди, и фонды, и все это и прочее. Мне воровать незачем. У себя не украдешь. Вот мы зарабатываем. А форма нашей деятельности самая разнообразная. Но мы стараемся, чтобы она была очень близка к нашим основным уставным правилам. То есть это музыка, это бизнес-шоу, это звуковые аппаратуры, это обеспечение телевизионное. Вот мы сейчас создаем такую телевизионную небольшую отоп, но наше отделение, где будет вот так называемые ваши БТК и прочее, чтобы мы могли 3-4 камеры, потому что нам нужен стол, нам нужен видеомагнитофон, чтобы монтажный стол был, чтобы мы могли уже выпускать, собственно, продукцию, заниматься рекламными делами. У нас есть такая возможность. Вот такая работа фонда духовной культуры. У нас очень серьезная связь с церковью. Потому что мы всегда отрицали, а допустили до того, что мы так сейчас, церковь и народ далеки друг от друга, что вот этот прецедент в Киеве, это, по-моему, ярким образом отразил, что и церковники заблудились. И уже дело тут не в исповедовании каком-то, а в понимании. Знаете, отрыв от той реальной народной действительности неверующих, фактически, людей, которые уже ни во что не верят. И церковь, которая все наряжается и наряжается, хочет удивить своими камешками и прочее. Они входят в невольное противоречие, которое выражается в такой дикой форме, как было в Киеве. И это, ну это, я не знаю, большего наказания, наверное, Бог это придумал. Как вот надругательство над покойником, асфальт. Ну вообще это, я не знаю. Для меня это хуже, чем Чечня. Правда? Ну давайте тогда мы вернемся к более светлым темам разговора. Вот несколько слов о втором и третьем поколении Богатиковых. Ваша дочь поет, ваша внучка поет. Мы с ними хорошо знакомы. Да, у Виты, к сожалению, и она сама не очень тянулась к этому. Я виноват во многом, я занимался карьерой. В общем, я упустил то время, когда дочь можно было сделать настоящей крепкой эстрадной певицей. У нее очень хорошая музыкальность, у нее душа, она очень музыкальная. Но вот теперь она, знаете, она не очень хочет. Знаете, когда актер не хочет, это... Вот внучка, это да. Это, я не знаю, что это такое пока. Пока с вокалом трудно что-то говорить, потому что это еще детское такое. Но вот уже основные актерские качества, которые должны во взрослой жизни играть главную роль, это умение двигаться, умение видеть драматургию, произведение, которое она поет. Потом она умеет видеть цвет, она умеет видеть прическу. То есть у нее все данные кутерье, понимаете, непонятное слово. Но вот человека, который видит цвета, видит, что тебе идет, видит прическу, видит сочетание цветов. В общем, эта девочка, я даже боюсь, потому что попробую не сглазить, она смелая, она уверенная. И она, несмотря на то, что она умеет так все это сохранить, а я же знаю, как она волнуется. Я же знаю. Я-то меня не обадишь. А ничего, ничего. Но я вот стараюсь ее задействовать во все фестивали, где я влияю. И она успешно там занимает свое место. И это еды, это огромную практику. А уж там как вырастить, посмотрим, что из нее получится. Во всяком случае, вся вот это общение с высоким искусством, в любом случае, для девочки, для будущего человечка, это чрезвычайно полезная вещь. Почему? Потому что она так, уже сейчас видно, что она будет такая, вот вы сейчас, вот я симпатичная, такая, стройная, и будет иметь хороший успех у мужчин. Это очень важно для женщины. Конечно. Особенно для актрисы. Конечно. Юрий Васильевич, ну и вот поскольку наша беседа подходит к концу, есть такие свои определенные традиции, которых не избежишь, потому что всем хочется вот услышать что-то, какие-то слова, пожелания от людей, которые были кумирами, во имя и молодости, и жизни, от любимых артистов. Вот что вам хочется пожелать людям сегодня? Вы знаете, мужество, и попытаться найти в себе такие качества, которые в любом возрасте придадут смысл вашему существованию на Земле. То есть, вот ты проснулся утром, увидел солнышко, или снег, или моросящий дождик. Ты жив. Будь счастлив тем, что ты жив. Потому что жизнь — это чрезвычайный подарок. Не случайно мы умираем в таких муках. Случайно мы боимся бесконечное состояние небытия. Потому что мы приходим в этот мир, чтобы оценить, как он прекрасен. Поэтому мы жалеем, покидая его. Я бы хотел пожелать всем мужества. Ведь не надо делить Землю. Она никому не принадлежит. Человек принадлежит Земле. Это надо помнить. И улыбаться, улыбаться, наслаждаться, пытаться небережать, любить детей. И обязательно любить музыку. В музыке закодировано всё. Поэтому без слов для всех поколений, для всех грядущих и в прошлом ушедших музыка несёт некую информацию на уровне подсознания, на уровне души, на уровне независящей от сознания человека. Это то, что называют божественное начало, это музыка. Я хочу всем пожелать, ходите чаще и в концерты, и в театры. Вообще общайтесь с искусством. И, честное слово, мы станем лучше. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.